12 дня думаю на этом работа закончится посадки приусадебного участка у хитрук елены спасли меня мои драпцы потому что доработать участок надо было а сапу Лена сломала очень классная сапа я на ней кажу матига вот такая сапа видите ребята как она уже витралась нею раньше бабушка Лида моя это мама папина садила к примеру бахчеви там кабаки кукурузу садила бачите наскільки вона аж вытерлась но она была уже вытерта ну и Лена ее за 30 лет тоже выработала не знаю из какого металла вона сделана раньше это было от тракторов срезали все штуки плуги как он там называется бороны и вот цей металл применяла уже в домашних делах в сапках такую сапу сделав мне дед дед Иларион он у меня был золотых рук мастер и був кузнецом в совхозе Первомайском много было профессий у человека як и у наших родителей дедов и прадедов ну шо ж сапка на цьому завершилась у меня огород максимально чистый я его держу в чистоте но такие есть растения как портулак как много других растений но самое больше досаждая портулак я считаю что это он уже огромный его сбивают бочки я ему как тики тики появляется два листочка такие вот портулак на сантиметра 3-4 он может высохнуть если сильная жара а может и не высохнуть вот такие портулаки это уже считаются очень крупные на участке лучше сбивать ему бочки коли он не могу вам где показать но может может дать найдется место в случае в каком я вам показать так солома из всей соломы яку я купила прошлый год 2023 меня осталось три тюка на городе 4 в общем ребята два тюка я отправила туда под пленку потому что есть заказы на инкубационный перепели на яйцо сегодня у нас 22 июня год 2024 там два тюка на упаковку инкубационного яйца яйца идуть перепели в лотках и к просто между лотками я ставлю соломы и в у нас солома пшенична бачите яка вона якась сортова пшеница такая что вона такая не сечкою не половую не миленькую соломку а прям такие вот стебли если на город мульчевать на городе растения так как я делаю то ну в ней не быстро дуже перегниется солома остався еще один тюк на городе еще один есть он был под несколькими дождями специально промочился и специально в имени и нужен был мокрый вот и сюда я поставила тоже цей тюк сколько было дождей тюки тики были прикрытии сверху пленкой на видео было показано а вот тут вы бачите вот такие вот бачите прямоугольный участок он десь метра три на полтора что это есть я вот уберу сейчас еще эту солому кто есть моими постоянными зрителями кто дивится мой youtube канал и дивится уже не один год а в особенности если дивились зимой когда у нас были водоплавающие в загоне ночевали они если снежно но тепло пускай там и 0 и минус 5 но на подстилки из соломы водоплавающим главное чтобы не замерзли лапы и под навесом чтобы было много подстилки гуси да мои любимые гуси я их выращиваю для того чтобы приготовить соби сиролялину грудинку гусину как деликатес и из загона яка убиралась солома вона вся разнеслася по участку вот где мульчий где перекопалась где запустилась в землю где уже весною город был уже почти частично уже подготовленный для того чтобы садить то осталось в загоне солома вот и сама что была на спаде и верхние слои соломы сбирались а где была на спаде солома и не солома то уже можно сказать подстилка вона такая проработана и из мочевиной вот так вот бачите и мочевина ну то есть мочевина ци есть от гусей от помет вода все что давалось гусям вот такая солома но если бы нам пример уже грязно и на ней я бы освежу я всыпала солому або выбиралась вносилась на участок очень много повсходила тыквы я же высаживаю тыкву як соби так и димний период даю водоплавающим курям даже перепелам в корм даётся тыква кабак и семена тут даже сходила очень много тыквы очень много повсходила и на смородине у меня тоже очень много вон подстилка на огороди вот смородину бачите я присыпала смородину и повсходила тыква цей кабак повсходить ну есть там пространство место я оставила пускай винт и да якийсь кабачок да и будет и смородине корневую систему винт рошечки прикрыли хотя пить смородиной есть подстилка пиде живей кайта же сама мульча та же сама подстилка ну и вернемся сюда тут у меня кто тут у меня растет инжиренок инжир ну я думала я практикующий садовод який практикую выращивать инжир и я думаю ну я возьму вокруг инжира помёт он будет выделять тепло подстилку от перепелов но главное туда не вносить потому что я уже батат сожгла главное туда не вносить всё это обматывала тут вы бачила такого красивого дедуха обмотанный чёрным волокном плёнкой но он всё равно подмерз и пусти уже молоди паганый инжир но подмерз он не в зиму а подмерз осенью так что тики 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 чувствительно это растение тики знаем что будет к примеру там в ноябре морозы его надо заблаговременно пускай даже и листья зелёное заблаговременно инжирёнка надо обмотать сохранить так что это стволи сухие они остались для того чтобы была опора для молодых паганов вот есть канат вот пускай он будет где можно было разрезать все сухие но они никакого вреда не нанесут то есть болезни через стволы на корень не пидут и на молодые паганы не пидут ну и продолжаем по подстилке ця подстилка я сюда и встелила прям ну не знала куда уже поедевать взяла вокруг инжира и встелила не знаю там сантиметров ну больше двадцати була солома и вот тут вот соломы прям вот так пластами как навыла набирала на садовую тачку вот если вам видно да вот такими вот пластами все это сюда взносилось звозилось и оставлялось и думаю пускай воно тут стоит подсохнет и я потом десь его применю даже в случае как мульча потом уже забиралася в одной части где у нас была тюкована солома там надо было расчистить площадку и осталось в мене несколько тюков то что мы винесли клубнику закрили и на городе и картофель мы прикрыли то солому не было мне куда ее поставить надо было поставить на каркасник на щиты как я раньше делала вот именно на этом месте у меня была огромнейшая скерда соломы я думаю тут же есть солома ця груба подстилка и случай если будут идти дождь и верху накрию пленкой вы бачите да может видео вам попадало что тут пленка что-то накрыто у лены а если будут проливные дождь и то не подмочить внизу потому что эта подстилка вона как гумка вот вона нейтрализует это дело но как видим переворачиваю я вот тюк он тут весь сухий так по цей соломи занесем сейчас ей если достаточно буду времени побачить а куда вот а тут это просто все встелилось и давайте обратим внимание тут вот есть северная сторона а я вот ногой стою тут уже мягко и солома совсем другого качества длите вона уже перетеребилася перешушлилася ваще она меленько стала а тут еще дабы накрыта вона такими вот так даже покажу бачите яка разница вам видно яка разница это вообще как на шампанское стружка такая бутылки шампанского раньше колись паковали хотя как была так и остается и давайте поднимемся сюда всю сторону это южная сторона а тут даже уже и грунт есть видно грунт а почему тут оказался грунт кто поднялся и грунт и кто убрал отсюда вот эту шубу как вы думаете ребята как вы думаете и тут почти грунт поднялся до северная часть сейчас полдня и и закинул и мы сейчас открываем тут есть влага вот под кустом да и тень поиски где тут козявок разбегается вот тут есть влага и тут вам видно червяки есть да двое двое красивых червячков молоденьких а холодные як льдинки вот так чуть-чуть вот отгорнула опа а тут червячок греется на солнце вот один и вот вен старый вот кто нам цю солому перерабатывая бачите и тут уже не солома понятно зверху такая кучеряшка чуть-чуть солома зверху чуть-чуть кучеряшка а тут уже соединяется перерабатывается вот этими червячками ой ташечки красиво стоять этими червячками перерабатывается все и получается у нас уже почти шо яки земля и солома до осени будет хороша почва вот такие червяки ползают буквально чуть-чуть вот сгорнул солому и тут все микроорганизмы вот видите отгорнула и червяк вот отгорнула и он веблеску и червяк вот эти работе они помогают мне на приусадебном участке они перерабатывают по мед соединяют если по мед и земля вон и его дренажить и переедают перепускают и плюс для растений делают то есть земли они делают отверстия для того чтобы для корневой системы поступал как воздух и как влага вода с участка не ухода на соседствующие участки а вона куда иди вона иди в почву и если та вода яка взлетела например ливневые дожди да и снимается верхний слой породистый не породистый это уже по курям плодородной почвы смывается и чернозем уходы на соседствующие участки ну может на улице может там в речку куда и снимается если близко он смывается вы начебто вносили какие-то удобрения что-то мульчировали а воно все смылось и если иди дошли такими большими ляпками а это лето коли я радови дожди грозы ливни идуть такими большими ляпками бах 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 по земле то если присутствует мульча что я практикую то не забывается земля вода бах 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 об солому и влага прошла в грунт а если это на открытой поверхности грунта забывается целябками и потом сапой пока высох на ты идешь я иду к примеру сапать то земля робится як асфальт як камень и скільки мне надо включать уже третью четвертую скорость не на легке не на нейтралке не на первой скорости сапать а включать третью четвертую скорость что чтобы пробить цей грунт чтобы высыпать а если такие грунт сапаешь соответственно рядышком растения кераста его корневую систему ты очень нарушаешь ты ребята як вот примеру я пермакультура як органическое выращивание як умный огород як цикл закрытого выращивания то есть можно вот цикл закрытого выращивания без применения без привлечения или к примеру покупки тканей накрывать до огород от сорняков без привлечения капельных поливов ну так круговорот таки як формат закрытого выращивания животных закрытого выращивания растений кто в чем крутится вот я хочу сказать велику благодарность кто сделал цей эксперимент 2019 на двадцатый год все это закрылось скрылась и открылась то что можно повернуть кругозор если мы дивились куда-то да что-то надо купить заработать деньги чтобы купить заработать деньги применить но мы можем то что-то не оценивали его развернуть на себя чтобы оно работало на нас вот такие вот фокус я вам наглядно показываю да была к примеру подстилка солома у гусса и потом это считается уже как ну куда его девать это как мусор воно это очень ценное палочка выручалочка как скатерть самовранка выручает во многих вариантах я тут дала таки разно линейное разное направление информацию но вы кто понимает у кого с головой все нормально у кого мышление правильное то він все пойме о чем я даже и говорила если мои последние зрители кто дивится меня из предыдущего года и даже из зимы то конечно они понимают да и даже спрашивали а зачем лена вы сыпите в гусятнику помещение зимой если убираете подстилку зачем вы сыпите и здесь то есть ну ну понятно разные люди может и ки 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 есть такие спустилась а тут бачка тут вот д юг южная сторона вот если я показываю вот юг южная сторона тут земля более тверже уже вот и червячка нема знаешь сюда надо у да а тут вот влага 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 есть знаешь поверхность соломы убрали и грунт надо рыхлый ну тут мокрый и червяк а где мы червяка найдем мы его пока тут не найдем он опустился или спрятался на ту сторону где есть севернее это тоже размышление это тоже размышление для для того чтобы выращивать растения правильно так и вернемся до того задавали вопросы а зачем вы лена сыпите в гусятник гусям подстилку и курям тоже если сыров смотря якое помещение и подсушие пол если сильных дима и здесь она все равно выделяет тепло и с пометом курей то есть мне там писал что можно пожать лапы гусями и уткам но они же не по известности ходят они же на подстилке в гус водоплавающий так же само и куры задавали вопрос а не наклюются ли куры ну даже если она их склюет хотя если в них да и если если не рассматривать это все есть но куры и звезд не едят курица умна и вообще многие животные намного умнее почему-то создавшегося человека тяки человек может а пицца объестись обожараться курица этого я не наблюдала за животными чтобы они ужиралися обпивалися потом сидали у монітора телевизора и дивились интернет такого я не наблюдала не мой тисто на жердочки сидить на жердочках просто сито активно животное как и перепелки как и гусочки и так сейчас я вам покажу сегодня что мы с константином сделали тут вы бачите два ряда посаженный у меня батат мне цей корнеплод лучше нравится кушать чем картофель по картофелю очень много вам рассказывала и костя с меня смеется мама ну и расскажи ты мне шо ты будешь делать с этой картошкой шо ты будешь делать с этой картошкой я кажу да ладно я не продам всю картошку досаждаем она сын с этой картошкой сады ли мы ее хоть вообще микроскопический может шесть килограмм тут цей картошки там наверно килограмм десять посадочного материала но сын досаждая шо ж ты теперь зачем ты и садыла зачем ты и садыла шейкурем варишь все на той год я и говорила посадил именно тут пять рядков три на зиму рядка ранний будет два рядка или наоборот сделаем потому что так много картофеля мы мы вообще ребята его не емо вообще не ему хотя вот это на этой площадке была вся картошка высажена прошлый год ну вернемся до того что это батат батат очень вкусный корнеплод и он получается органический органический в чем я его так вот сажаю делаем такие бугры прошлый год тут была малина росла года три наверно вона росла малину цю мы убрали продали оставшиеся саженцы и уже маленькие такие корешочки я рассказывала про малину маленькие такие тоненькие корешочки и я посадила туда как красную крупноплодную и желтый гигант мы туда рассадили уже тоненькие ягоды есть хорошие отличные уже растения какие дадут уже молодые паганы тут перепахалась весною саженцы продались и перепахалась сюда забабахала я полностью сидорат такий як горох и кукуруза кукуруза вирвалась гусям курям водоплавающим горох вирвався и вынесли на чердак висушили горох это горох линоботва до цветения вынесли на чердак высушили и горох линоботва будет кормом сухым зеленым кормом для наших водоплавающих зимой есть утка зимой есть гуська зимой есть кури вам на видео показываю вот эту вот ботву они все обклевывают и горох линоботва уже много лет я практикую у себя делать из горох линоботвы в измельчителе то есть состав травяной муки я не даю своем птице уже с 16-17 года соевую макуху не применяю вот вот таким вариантом теперь мы получается у нас не пустовала земля до конца мая мы все-таки тут получили урожай горох линоботвы и тем же самым трошки окультурили землю горохом и вот сделали бугри посадили батат это один сорт это второй сорт тут у меня будет третий сорт это два сорта урожайных два сорта урожайных это у нас будет сорт значит первый у нас кремовый белый оранжевый будет и тут тоже будет белый вот все это будет по сортам батат надо сажать так чтобы не соприкасались ляны до поверхность до грунта до почвы потому что ляна иди опускает свои корешки и тут же вона сразу навязывает клубни и дальше идет ляна если вот так просто поставить на грунте у вас будет такие как морковка корешки сами корнеплоды но не будет такого урожая значит надо что нейтрализовать поверхность ляны дабы вона вся листова ее верхняя часть растения ляны питались от солнца влаги росы получали и тянули все куда в 1 основание то есть в один корень где там и будут образовываться нарастать уже клубни то есть мы нейтрализуем самим ляна получи присосаться приживиться до земли вот видите вот такая вот ляна если ее пустить она вот тут пускает корешки тут пускает тут пускает корешки и будут маленькие морковки но нам этого не надо надо чтобы это все растение получало наверное здесь у нас и град пролетал потому что дырки я бачу местами есть вот или они будут получать все полезные свойства с верхней части грунта и все тянуть сюда тут мы его и выкопаем прошлый год у меня тоже было тоже был батар но он был под этим же волокном это есть прошлогоднее если по нему не ходить мы по помидорам садили ходили воно все перетрухлялило еще и плюс и солнце а если вот под батат батат покрыется листям но не будет так сильно перекаляться тут ходить не мочу вот но уже второй год воно нам послужит вот эта вот ткань вот ткань можно было по моему манна 50-ка это 50-ка значит сделали в этом году на буграх почему на буграх будет удобнее копать ребята потому что на открытой поверхности я батат я его просто оттуда доставала эти алмазы такие килограммовые алмазы доставала а лучше когда мы просто начнем тут разбирать вот эту вот землю и алмазы будут нам улыбаться я очень люблю батат я его прошлый год первый раз в жизни посадила я его практиковала на своем грунте вообще как его выращивать как хранить и у нас уже 22 сьогодняя июня у меня батат и еще есть по-моему на два правочных супа еще есть батат и рассада у меня есть рассада есть и клубня я уже знаю как его хранить яке помещение яка температура яке помещение я могу то есть предоставить для своего батата и тиква и тикву тоже у меня еще есть два кабака надо будет разрезать если несколько видео это говорю но все-таки никак не верить не разрежу ну колись воно засвититься вам кто будет это дивиться видео кому то вообще интересно на данный момент это время когда люди живут чимись жизнями чимись обсуждениями но не живут своими жизнями а вы знаете что по пригоне стреказали это красная пропела а глянуться не успела как зима стучит в окно вот так это из многих сказок есть так само как двое мышат бигали играли все скакали а петушок одно зернышко посадил убрав урожай и потом уже по осени он спик соби там пирожки булочки а мы шата пришли и просить а ты таки жадина а в тебе так дорого я же вам предлагал берите бататр саду садить я же вам предлагаю даю информацию рассказываю я же вам предлагаю не это нам не актуально но прийде осень для вас будет все актуально потому что ценники будут скакать колоссально как я и наведу пример кто не купил у меня яйцо инкубационное от моих перепелов по 10 гривен даже кто не купил по 6 гривен по 8 не купил по 10 по 12 по 14 сейчас покупаю по 17 вот так это все аналогично все как было сказано не зря книжки сейчас ребята жгут предлагали вам сжигать книжки да все все можно распечатать все весь эксперимент який на данный момент происходит сейчас а я проживаю на территории украины это южная часть украины это эксперимент такие происходы это отвлечения от вас от насущных и сегодня уже мы полнолуния сегодня такий гавах сегодня энергии собирают эмоциональные даже это видео может и не залетить в ютубе его мало кто поделиться воно будет не актуально не интересно потому что люди живут чуями жизнь и чем и страдания мы чем из боли мы чем и сожаления мы но успеха мы любовью красотой у творениям такие люди не питаются потому что больше 75 процентов это биороботы вот в ней не может для них это трудно дивиться где есть творение им теке надо кров им надо пища негатива канализация то есть такие негативные структуры биороботы а их 75 процентов на территории украины но и есть люди которые страдают от этих биороботов потому что их больше количество ну и благодаря этим биороботам этих 20 процентов живых людей творителей вот они конечно страдают от этого но в них включается распаковка где они могут творить что-то новое они могут применять какие-то новые сценарии они могут применять и разрабатывать какие-то новые подходы то есть в них у творцов больше сейчас идет распечаток если они убирают вот эти вот эгрегоры от программы системы и приходит очищение ну надо самому человеку очищаться конечно то в них и для больше и больше распаковок значит что я делаю значит у меня тут есть три ряда будет пить плюпи тканью а тут один ряд я сделаю пить солому солома монуты и тюк сюда пида и будет нормально я думаю сейчас у нас тут жнева будут будет уже ячминна солома ячминна солома она больше с устюками больше с такой спаловой и ячмин больше такий мягче так что будем уже такой соломой хотя не мое значение ця солома где была именно с большими такими кругами в ней не было то вот примеру вы здесь покупаете тюковину солому или квадратную или такими большими бобинами круглыми то бывает что постелив и потом начинает сходить уже пшеница да надо ее выдергивать вот ну а это или так убирали урожай или такие может гибридцы и соломы что я думаю что само пшенички семян не мое не было пшеницы семян не было даже я вам сейчас покажу тут же рыбачьте кабаки листья поклонились от тут где у нас солома вот вона была по чесноку вот и тут ничего не всходило ну то есть пшениця не всходила хотя вот тут вот видно а не по картошке всходило хотя это может быть пшениця и взошла из того что перегной высыпался перегной на пшеничка или ячмень вот вот воно и взошло вот видите какие колоски это скорее всего пшеница да или ячмень я не знаю ну на на полях наверно уже а це ячмень да це ячмень или пшеница наверное ячмень это ячмень да действительно свечу значит уборка полях уже будет скоро вот так вот картофель он весь усиленный тоже я маме позвонила скажу мама я буду брать соломы больше буду брать свою солому и твою солому я тебе заплачу деньги за твою часть соломы чтобы я отдельно десь не шукала не покупала она каже хорошо потому что мне удобно я картошку я посадила только нагарнула бугри и все и встелила солому и больше я сюда не заглядала я не сапала тут ни разу можно только пройтись по соломы как вот здесь вийшов сорняк его выдергнуть вот и все вот пример пройдемся вот березка есть да березка вот мы выдернули ее у основания и все чтобы дальше вона не питалась все и сапать огород мотыгой не надо жить тут на огороде и только то делать что сапать я не буду сейчас отвлекаться на соответствующие участки там просто люди людям если предлагаешь что-то новое подсказываешь а вон и кажут да нет не надо мы привыкли жить так по старинке нам по старинке то есть раком горбатиться на огороди я не прошлый год написали что сдохнуть можно на там огороди но кто-то конечно вздыхает если если трошки не ну по старинке говорится трошки если по старинке тут тоже бачите тоже высажено тут была клубника у нас убрали клубнику и уже очень интересный эксперимент такие я не люблю это слово эксперимент но не метод я применяю такими метод я его не очень хочу освещать вот это как бы сказать мое то что я соби нарабатываю я могу этим поделиться с детьми своими почему я именно так делаю но я могу показать а кто уже более понятливый человек линце пойме почему растения кисадится вкрывается соломой значит то бух сорняков тут нема и не предвидится сорняков но почему то так сделано почему так лена сделала живы на югах почему я именно так разработала что соседствующие растения помогают друг другу ну не можно такого говорить виживать не можно говорить ну а просто творить свою жизнь просто творить свою жизнь практикуйте ребята земли разные климат у всех разный и климат меняется вот и ваше время на участках тоже вы можете оставить можете его не оставить свое время практикуйте и по потребностям что вам надо а что вам не надо сажать вот лена насадила цибули это для меня очень много но я ее насадила потому что я купила пол килограмма и я ее насадила чеснок чеснока очень много насадила и тут я вот бачу что прошляпила тут на чесноку я оставила некоторый чеснок на семена потому что у меня есть два сорта а здесь убрала а цей чеснок я прошляпила и почему то не и разрезала где пускали пагани на семена и у меня вот этот вот белый крупный чеснок где зубчик один 20-22 грамма один зубок вот он весь у меня с семенами как хранить чеснок у меня есть тоже своя методика как хранить чеснок я снимала предыдущий год видео мне написали что люди хранят его зимой на чердаку не слушайте больше таких кто пише коментарий зимой чеснок хранить на чердаку хранить в помещении хранить в гаражах в сараях где температура будет 0 и минус не слушайте таких людей вы останетесь без чеснока это не цебуля цебулю можно но не чеснок и тоже мне писали что чеснок сушите вот если убрали вот эти вот головки и сушите выкапали то есть головки и сушите на открытом солнце ну я вам хочу сказать не делайте так такого делать не надо вы получите просто печеный чеснок який будет храниться всего лишь до того момента пока вы его вскрыть и побачите что он непригодный для питания вот по чесноку я рассказывала ну на огороде вы видите огород чеснока у Лены и вот я стала сейчас вдали и вот обнаружила такую картину даже сделаю наклонюся стану на колено и дивиться бачите портулак ага вот так вот вот бачите який він пол сантиметра солнце світа я не бачу в мене чорный монитор но по рукавице своей варьбачьте он пол сантиметра пол сантиметра и лицей кирин красненький а у нас сегодня полнолуние вот такие вот такие чеснок вот такие портулак очень быстро убираются на огороде очень быстро то есть одним взмахом руки раз 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 вот он вот такие вот и все вопросы решаются Ирина яка проживая по-моему в Никополе да писала мне Лена а чем вы кропите свой огород чем вы обрабатываете что у вас нема бурьяна ребята сапа лопата вила грабли и трезва голова на плечах у вас не будет бурьянов дивиться вы бачите тут якийсь бурьянов оттуда есть стебулька да есть чеснок и тут бачите сарняк немае но на дорожки есть дорожка это тоже самое надо это надо геть сапать геть и корень витянуть и это надо убрать сагорода потому что если пида дождь он пусты корочки что я хотела сказать на участке вы бачите сарняк это уже пришелся дождь вот это не сапанный прошелся дождь и вот один маленький бурьянчик вот один маленький пуртулачук вот таким корешком таки достала а на городе ничего нема потому что ребята надо думать не теки о поливе надо думать и о сухом поливе о сухом поливе яка у меня красиво карчужка яка у меня красиво карчужка який у меня красивый осет а лена каже нема бурьяну ну запрятался осет там у меня красиво карчужка 200 карчужку так же самое я храню який чеснок я предыдущий год вам рассказывал и сейчас мы еще дивимся бачите горбочок земельки и тут вот такая мушиечка на одной волосинки на одной волосинки кто-то скажет лена ты показываешь такие бурьян мы это не считаем бурьяном мы его даже не замечаем а ты нам его показываешь вот вот таким бороться очень легко если он уже более крупнее больше 3-4 сантиметра там уже есть вероятность что вы сделаете размножение то есть вы пересадку делаете вы не бачите тут никаких бурьянов все с огорода убирается вот березка еще пытается еще раз выйти из грунта и мы ее просто срубуем срываем мы не даем березке получить питание корня постоянно это я не руками делаю это я вам просто сейчас показываю опять мушиечка если этого не робить не применяют не сапу не грабли не вила не лопату на огороди то будет у катастрофа я просто не хочу вам показывать существующий участок просто не хочу просто не хочу не будем мы туда сливать свою энергию вот видите у нас еще портулачок вот он бачите запутался это надо все собирать и убирать с огорода ну и если лена стала уже на четвереньки побачила красную поверхность дорожки значит лена задумайся над тем что надо завтра утром встать и эту дорожку просыпать не только огород но и дорожку потому что портулак вот бачите он взявший но он не высохнет он все равно пида дождь он пустит свои корешки и будет дальше расти так что ребята просто будь в панике что ой сажать ой бурьяны некой паники тут нема то есть я посадила и все паники нема паника единственное что может быть знаете когда есть жук колорадский надо выбрать время покрапить а биопрепаратами если кропишь то они там ну медленного действия и короткого действия то есть если покрапив не сразу жук упаде это от химии если кропишь жук сразу мое там через час или там через полдня упасти все вина травы если биопрепаратами я кроплю то він может аж день будет там еще повзать в сонном состоянии потом и потом надо через неделю через десять дней повторить если есть там все жук то повторить да я повторяла второй раз один биопрепаратом через две недели бачу что опять есть жук пішли дождь и жарко начал лупиться и второй раз биопрепаратами и все вот так хотя корнеплоды я обрабатывала перед посадкой обрабатывала ну хотя мы тоже обрабатываем корнеплоды воно работает как для самого корня ну на листя воно уже не работает то есть сверху будет жук и маленьком да когда теки теки вытекаются работа на листя потом и вверх уже пішла картошка уже все воно не работает то есть яда там никакого не мало мотозор называется вот и по малине решаю очень много вопросов у нас на югах где нема влаги вот солома постилка я это говорю говорю но люди все равно дивляться и все равно что-то 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 свое выдумывают вот сейчас мы сюда докопаемся грунт цепкий не забитый нема сорняков если да сильнее проклевываются сорняки я их выдергаю вот не повреждаются корнева не долбается не пересыхает и если на тут на грунте может быть 40 температура то тут может быть 25 для корневой системы это хорошо растение себя чувствует здоровым и отличным и листья красивые растение не болеет крепче иммунитет да шо вы шо вы говорите а нет это из старого вот такие да в начале видео говорила вам про малину про солому вот такие паросточки сейчас возьмусь у соломинку и показываю какие я посадила сюда вот саженки вот таким столиком а тут садила вообще теки тоненькие тоненькие корешки вообще теки тоненькие корешки малина желтый гигант я уже отходоносила это уже надо срезать и сжигать ну вот эта веточка решила дать урожайку позже конечно малина на тих ветках які пішли с весны они еще дадут урожай начнем она кушать кушать ягоду это малина желтый гигант из этих маленьких веточек тоненьких ягодку хотя можно было это разрезать но все равно ягоду свою показала небольшую но ягодку показала очень вкусно одна из самых любимых моих сортов малины это желтый гигант вот таке раз на плановое видео видео для размышление видео для понимания как можно выращивать это все и чаще мы сюда приедем тут у нас тоже малинка красная кустова вкусно делала обзор я как вкусно я даже ставила монеты украинские гривня украинские 2 гривни украинских 5 гривни в железных и украинских 10 гривен ставила показывала вам яка красиво крупно ягода все ребята на тюрке идет завершается на на силы частым она получается я кодных но на солнце ходить я не надела рубашку руки потом обгорают что будем сажать батат вот таким еще одним способом вариантом поставим все на солому если затруднительно вам купить вот эту вот ткань вот можно использовать солому если нема где взять соломы есть очень много сорняков не сорняков лугов где есть трава вот накосить заранее пока нема колоски пока нема колоски потому что вы потом с этими колосками занесете соби сорняки в огород вы можете скасить траву заготовить и посадить так же саму как солома то можно траву на траве скасить вот еще один таки вариант спрашивали мене а есть у этой в речке зелений очеред тоже как вариант главное нейтрализовать так это растение называется йошта все таки растение я не болею и его не надо кропить вкусно йошта на этом видео завершается ребята дивиться кому то интересно саду и в огороде я еще являются заводчиком птицы водом перепеловодом выращиваю своем хозяйстве курочки рентабельные мало ежки брез и брезгальцы яки начинают настися яйцекладку давать 16 недель и четырех месяцев и неделя две ветки и семьи у нас есть и есть у нас мини мясные курочки очень вкусным драгоценным мраморным мясом мало ежки в рационе питания нашей 50 процентов зеленый корм или грубый сочный корм очень много рассказываю так что ознакомлюйтесь я щас верну смородину но ва наше зелено ну наше тики-тики начинает зорить вкусно чуть-чуть есть кислинка потому что шутики начинает зорить и это сорт смородины о яком я говорила в ней ствол таки як у вишни очень урожайна смородина висока росла высотой полтора метра и шириной полтора метра пришел до кустика ягодки насобирал и красота вот так проживаю я южная часть украины за 1 мая с николаевской области северная часть николаевской области южной части украины возле южно-украинской атомной станции по потребности приобретения посадочного материала или инкубационного яйца обращайтесь по номеру телефона 067 347 68 32 тут сажала я капусту більше сажать я не буду весною все статики злита и на зиму потому что сейчас очень много летают белокрилки очень много и получается что у меня капуста будет не органическая больше сажать не буду капусту можно купить такими добавками химии можно купить и и вот тебе по 9 грн кг так я уже ела огурчики а ну нема щас чтобы показать вам огурца пчелы работают но что-то я огурцов не бачу это те самі семена что и прошлый год были это то что нам Лена из Польши вислала а матеньки есть вот видите вот тут и портулак раз кричали матенькие огурчики водички вам надо поливать а тут конечно будет грязный участок портулак бачу и где надо будет его вырезать ну и еще хочу что добавить это самый один единственный грязный кусок у меня получился грязный кусок потому что Ольга обещала мне его почистить она не почистила и включились дождь и включились ягодники у меня птица и плюс отключение электричества у нас еще продолжается инкубация как водоплава еще перепила и цыплята то трошки я оставила его на само на себя вот значит что капуста вирвется и цыплятам дается по четыре корешка каждый день и это на два дня им отдам цебулька эта чуть подсохнет но до того как цебулька подсохнет значит можно что-то сюда уже забабахать цебуля уберется а тут что-то будет других огурцы тоже они не долго живут и уберутся значит можно еще потом а потом цей кусок участка задействовать прошлый год у нас на этом куску росла картошка вот эта вот сорокодневка вот такие кусочки я садила цей сорокодневки представьте мы еще ели костя пюрешку робили и еще там 10 або 15 рядки посадили сорокодневки вот так или может сюда потом рассаду забабахать конечно надо подивиться посева обороту хотя посева обороту после огурцов после капусты хорошо посадить ягодники вот грунт для них будет хороший после сбора урожая картофеля прошлый год тут був сидорат був горох горчица кукуруза и я помню посадила соусные кабачки и все и потом вот это в этом году а на следующий год посева обороту тут можно куда посадить ягодник отлично но можно будет даже если точно запланировать вот эти ягодник значит все все убираю 3 заганяется сидорат так их горчице если вы рассматриваете сажать горчицу если вы рассматриваете сожжать горчица на горроте то есть Вы посадили горчицу, и она у вас вот такая взошла, или взошла горчица 10 см, то, считайте, вы ее, если убрали, скосили, она никакой пользы для грунта не принесла. Горчица должна достигнуть своего роста, и достигнуть, чтобы она только-только начала цвет запускать. Все, тогда горчица работает, когда тики начала выпускать на цвет. Вот, к примеру, как смотрим на укроп, если мы, к примеру, это горчица, вот, тики-тики зацвела, семян нема, и скашивается горчица, и в канаве или сечается лопатами, или топором, или в канаве закапывается, или мульчей делает. В общем, перерабатывается горчица в грунт. Оттуда горчица, вона оздоровит почву, и если ей туда опустить ботву, вон наше дополнительное зеленое удобрение. Если вы садите горчицу, и вона у вас дошла вот так, 10 сантиметров, и вы уже ее запустили в грунт, вы поспешили. Очень поспешили. Ребенок не родится. Там, ну, просто вы сработали, но плохого ничего не сделали. Но то, что могло после того, как горчица пусть на цвет, потому что, если вы прогавите, вона зацвете, и уже тут все зреют семена, получится перепосев. И горчица же, вона как в сходе? Десь крепче семена взошлись, десь не крепче, не взошлись. И если вот такая вот маленькая горчица, а вы ее перерезаете, перепахуете, з большой долей вероятности, 50%, что вы будете потом там что-то садить другую культуру, у вас будет схожа с горчицей, что будет привлекать ложку на участок, и будет, смотря, что вы там посадите, и будет вам, как бы, говорить, пакастить. По горчице, ну, я думаю, понятно вам сказать, да? Надо посадить и ждать период времени, сколько там, 2 месяца, пока пустят бутоны. Пустят или до бутонов, или вот-вот уже бутоны пускают. Вот все, и скашуйте, перепахивайте, вы оздоровили землю, вы сделали зеленое удобрение, и на следующий раз можете там садить уже культуру уже на очищенном. Ну, знаете, что где есть горчица, и говорят, что если есть посадить горчица, не будет проволочника, не будет дротянки. Дротянка с участка никуда не уйдет, пока вы ее не уничтожите, то есть не отравите или не вылавите. Но дротянка вот с этой площадки, где росла горчица, вона перейдет на другий участок, просто вона тут не будет. Вона не может корешки самими вот такими питаться корешками. А вот если злаковые, там тоненькие корешки, да, у жито тоненькие корешки, у пшеницей, вячменя, овса, или там перейка, мушейка, у ней тоненькие корешки. Вот вона, дротянка, питается вот этими тоненькими корешками. Я думаю, вы меня поняли. Вот. И если посадили горчицу и говорите, что дротянки не будет, вона просто перейдет, к примеру, вот рядом росте, тут морковка, да, вы посадили там горчицу, потом сажаете, что там, другая какая-то растение. Но тут, где была морковка и где была дротянка, вона перейдет там рядом, где вы посадили картофель. Вона тут не погибнет. Вона просто уйдет, вона, как там, колонируется туда, в другую сторону, на ароматы, на запахи, на питание, вона туда пидет, потому что там есть корнеплод, каким она будет питаться, или там корневая система хорошая, где она будет питаться. А отсюда вона просто уйдет. Так что посадив горчицу, не решается цей вопрос, не решается. Так что, хотите, верьте мне, хотите, не верьте. Вот, можете пропрактиковать на своей шкуре, на своей шкуре воно чувствительное и воно доходчивое, тогда вы понимаете. А если вы посадили горчицу, взошла вот так горчица, и говорите, о, я здоровела, уже посеяла, здоровела. Ты просто добавила собі работу, или добавил. Ты просто добавил собі работу, потому что семена, которые еще не взошли, они выйдут на следующий раз, ты будешь там что-то друге садить. Они будут схожесть давать. И плюс весной привлекать уже будут крестоцветные, это крестоцветные, которые привлекают и бложку, и плю, вот это уже тоже самое. И все. Прежде чем этим всем заниматься, да, надо заниматься, надо выращивать, надо практиковать. Но то, что смотрите на ютубе, дорогие мои, с огромным количеством просмотров, и где аплодируете, ой, ой, дякую, ой, спасибо, ой, вы моя мила, ой, мой хороший, вы аплодируете за то, что не подтверждено вообще. Человек просто отбере, сажает и говорит, я вот так вот сделал, 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 а вот на следующий год, он вам не скажет, что я вот так, вот так сделал, а вы этого не делаете. Он вам этого не скажет, потому что он лоханулся, и хоть, если он лоханулся, а вы же думаете, что он сделал, потому что у него авторитет какой-то, вы же его смотрите, он вам симпатизирует, а он лоханулся, на следующий год он вам не скажет, что ребята, я лоханулся, не делайте этого. Да, он даже вам и через месяц не скажет, что он лоханулся, потому что горчица начинает опять давать свою схожесть. Очень доходчиво, я всем говорю. Вот кто покупает у меня инкубационное яйцо, куриное и так далее, и перепелов. Перепел у меня самый крупный на территории Украины. Я являюсь селекционером, я являюсь основателем. Это и ветки крупного перепела с 600-700 грамм живым весом. Вот если мне звонят и говорят, что для них это дорого, я говорю, пожалуйста, никто же вас не заставляет, вы сами до меня звоните. Если для вас дорого, значит вы идете покупать там, где более дешевле птица и набираетесь опыта, практики. И этот человек, кто через полгода, кто через год, кому доходить через три года, он там пошагал, сделал выручку по всей Украине перепеловодом. И тих, и сих поверачивал, потому что он десь кого-то послухал, красивая птица, десь послухал, что там цветная птица, взял в мясе, вона не годится, вона не имеет товарного вида. Плюс пленка возле клаки темно, тоже не товарный вид. Вот вынес на базар, покупатель сбивает цену, вес не добирает, кормил так само, сидел около них так само, гамно тощил так само. Вот не добирает ни по сумме денег, ни по товарности тушки, ни в спросе, если продать, тоже не добирает. И вот ему доходы, знаете, одному быстро доходы, а другому там за три года доходы, чухает по телесе, чухает по телесе. И приходит до меня, а яйцо тоже дорожает, потому что мы же, ребята, живем в эксперименте 404. Вот, так что нашу касту трошки прорабатывают, прочищают. Ему приходит, а ему на то время, когда было 6 гривен дорого, 7 гривен дорого, он приходит, а тут 14 гривен, 17 гривен. А вона, птица стартует, так аналогично, как и все стартует, и топливо стартует, и все-все-все. Кислород, чистота кислорода тоже в дефиците. Вот, и он приходит, а тут 17, и тоже ёрзи, ёрзами, яйцами прям по стулу, по табуретке ёрзи, и хочется взять, и дорого для него. Ну, и что же делать, и что же делать, и опять назад возвращается в те сами одевать, те сами колоши с дерьмом, те сами деньги прикручивать на кормах, на уходе, и он же все проил, все невкусно ему, не интересно, нема нетоварности, не выигрыш. Ребята, сейчас пришло те время, коли выгодно выращивать рентабельность, чтоб была конверция, то есть рентабельность, вы сами понимаете, не понимаете, расшифруйте в гугл, чтоб была конверция, чтоб была урожайность, и чтоб був иммунитет, вот урожайность по растениям, куста с квадратного метра, считайте, чтоб была урожайность, чтоб ягода была крупна, по птице, чтоб скороспелка была, чтоб в мясе была интересна, цю птицу не только в яйце, но и зарезать, заработать на мясе, то есть если я продала своих бресов, у меня их забрали, этих бресов, понимаете, еще и очередь на них была, не много там бресов, но была очередь, и у меня очередь вот на молодую, потому что я наинкубировала, и инкубируют до этой поры и еще птицу, и у меня на мясо бресов, у меня есть покупатель, потому что брес, бресгальцы, они циниться во Франции, ця курица циниться за высокие вкусовые качества мяса, ну який там бролер, ему в затылок даже там рядом не стоял, вот бролятина, вот эти вот кроссы, вот эти вот тетра, вот эти вот галашейки, очень далеко, очень далеко, вот, и после тем же самым вернемся до перепелочки, вот если и 100 штук перепелов, и 100 штук, я буду мать 35 килограмм мяса тушки, в 2 месяца я их побью, это в среднем, да, а вы возьмете, ну в лучшем случае 25 килограмм, вот десяточку вы не добираете, мясо я продавала на пасху 350 гривен килограмм, 350 гривен килограмм, то есть 3,5 тысячи вы просто не добрали, а почему, а потому что йорзалися, мягким местом по той табуретке, витирали коврик и думая, а взять, а не взять, а взять, а не взять, а вот с каждой инкубацией, с каждым 2 месяцами вы не добираете 3,5 тысячи гривен, и умножаете это на годовую, лучше, ребята, считать, когда умножаете на год, на 12 месяцев, это доходчиво доходы, вот, и умножаете на целый год, это 6 месяцев, потому что через каждые 2 месяца забои происходят, вот, и 6 месяцев, 6 у 3 18, 6 у 5 30, то есть 21 тысяча у вас просто не добор, просто не добор, а если вы не добирали, а это есть сальда, то есть в итоге работы, где есть дебит, где есть кредит, есть как убиток, есть где сальда одинаковая, а где есть где прибыль, вот эта прибыль 21 тысяча, вона иде уже на развитие, на обновление брудеров, клеток, на амортизацию клеток, где себя бы ремонтировать, где есть на покупку премиум класса качественных кормов, на покупку хорошего качества витамины, вот, и на лучшее содержание птицы, не экономить, когда отключили электричество, и твоя птица сидит там по 6 часов без воды, без электричества, без еды, потому что темно, вот, ты можешь соби позволить, вот, вот этих вот прибыль свою, яку заработала твоё хозяйство птица, заработала, ты заработал, ты можешь включить генератор, залять тих 60 литров, залять тих, той бензин, який стоит 60 гривен литра, вот, и який хоть там период времени, чтобы птица твоя питалась и работала на генераторе, то есть, это видео, я знаю, что оно не залетит, лайков не будет, классов не будет, комментарий не будет, но, подивиться, 1-2 человека, и будет максимум 3 лайка, то есть, это видео не распространять, не распространять, а именно никто не распространить, вот этих вот 75% идиотов, дебилоидов, которые довели себя до пропасти, до пропасти, воно и лучше, когда доводят до пропасти, чтобы ты ставь у этой пропасти и просто отдумался, до чего ты довел, где ты совершил ошибки, стоит тебе или дальше идти за этими овцами, аплодировать и жить на обочине жизни, или подумать, ты в эту жизнь пришел очень трудным путем, и ты пришел какие-то выполнить обязательства, какой-то договор, почему ты живешь в обочине чужой жизни, а не выполняешь свои, ты хочешь в тебе, если ты не выполнил свои обязательства, опять матрица кинет на перерождение и еще на нижнюю ступеньку, или ты хочешь развиваться, ты человек, прийдя сюда, чтобы пожрать, побухать, оторваться, и таким надо, потому что, возможно, они в прошлой жизни этого не видели и не почувствовали, им надо почувствовать это. Вот я и говорю, творческих людей 20%. Вот и созидайте, ребята, дивитесь, лайкайте, репостите, общайтесь, рекламируйте, говорите, что есть такая женщина, хитрукая Елена, которая проживает на территории Украины, и по-особенному она, по-особенному, ой, какая-то приказа красивая, и вот такая женщина живет не так, как все, не в рамках правил, не в рамках системы, отдельно из системы, и она создает, живет, и сейчас то, что было актуально, ребята, в 18-м году, оно было актуально до 22-го года, в 23-м уже это совсем другая программа, и в 24-м это совсем другая программа актуальности, даже по выращиванию, даже по переработке, по хранению вам наглядно показывают, что все пиздец, отключаем вам электричество, и никаких заморозок не рассматривается, уже сушки дегидрации, не рассматривайтесь, извивайтесь, думайте, так как будет уже тропический поезд, то есть уже климат будет у нас тропический, уже раздумайте, как вам жить, как вам творить, на что больше делать акцент. И мы думаем, все-таки программы должны раскрываться. Все, на этом видео завершается целый час, я иду, его загружаю, будет электричество у нас, если сейчас дома, значит, оно вам залетит, не залетит, в общем, сейчас, в 12 часов уже, наверное, час дня, день 22 июня, это точно, полнолумие, такое видео, информацию Елена дала. И знаете, если даже и подивиться мало людей, и если даже и подивиться мало кто сделает репост, или десь там в своих группах, вайбер-каналах, телеграм-каналах, десь в своих группах пісевоческих или огороднических, мало кто это рекомендует, например, на Фейсбук, или на Одноклассники, или на Телеграм-канали, я даже, ребята, не огорчусь, потому что я творю для себя, я не работаю на внешнюю программу, кто-то работает на внешнюю программу, потому что он из этого получает какой-то кэш. Я не работаю на внешнюю программу, я работаю на себя, я кругозор поворачиваю на себя, я дивлюсь на себя, я не растрожисляюсь на внешность. И послухаю, кто это, даже вы можете, если вы послухали, если вы послухали, и захочете применить, вот туда поставьте пальчики вверх, лайк, он напидаю вам плейлисты, как напоминание, и вы потом на следующий год передивитесь, а что там. Да, видео длительное, ну а як? Лекции, если я плачу деньги за лекции, лекции идут от двух до четырех часов, если я обучаюсь на лекциях, да? А так, якусь информацию дать, ну максимум 10 минут, це поверхностно, це буду слушать той человек, да він, вот, весьма частично, потому что він це все зная, він це зная вкус, він це все кушает, він це зная, хвати, 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 какие-то моменты выбора. Если человек нулевый, то ему, конечно, на лекции надо, а лекции деньги стоят, ну а шо? Ну, если деньги стоят, знай шо, покупаем посадочный материал и обучаемся самым, через три года точно дойду, потому что всі мои растениями це три года. Первый год садим, дивимся, погодні условия меняются, не меняются на следующий год, а вот на третий год же получаем качественный результат. Так, все, на этом видео завершается, всем пока, будем садить іше батат, продолжать. Очень вкусна вещь, во-первых, посадив і забувся, если уже, конечно, цілий місяць не було дождя, там в полях, і то ли она все закриється, і влага менше выходит. Во-вторых, бур'яны сорняки, це решається 100% вопрос. В-третьих, обрабатывать вообще ничем не надо, никакий жук колорадский, ничего его не есть, оцей батат листя, никто не есть, ни кролик, ни казан, ни курица, никто не есть цей батат листя, и все. Решается. И самое главное, мы дивимся на себя, поворачиваем кругозор на себя, это вкусно. Что-то я нажимаю в перчатках. Это, ребята, вкусно. Батат, это очень вкусно. Не знаю, что-то нажала, или есть голос, или нет. Это очень вкусно. Очень. Тушеный супы, это очень вкусно. Очень вкусно. Ну, картошка вкусная, я понимаю. Ну, вы ели картошку, а батат вы ели, а если же приготовлено на волковской посуде от компании Амвей. Это вообще прелесть. То есть оно таке вкусное. Что вкусное, если в глиняной посуде, именно натуральной, органической посуде глиняной, не вся керамика, которая продается сейчас. Вот. Это тоже вкусно. Но на керамической посуде в духовке приготовить уже получается дорого. Все-таки айкуковская посуда, которую я купила, семейный престиж. Вот. То там, даже если включаю я на фитиль, готовлю кашу, даже на фитилю вона кипит. Надо включать вообще геть микро-микро-микро-микро-газ. У нас все на газу. Мы на электричестве кушать не варим, только в духовке на электричестве. Так, все. Сейчас я сама. Ножа не взяла. Я на силу цей тюк. Ой, ничего. Я его разделила. Одну поворозочку с него сняла. Так я делаю. Если ножа, надо за ножом бесити, вот так одну поворозочку, а потом вот так столкнула. И все, я разделила его. Сейчас разложу. Пускай ця влага, яка есть в земле. Сохраняется. Разложуем вот так пластами. И все, и будем высаживать потом батат. А вы, я думаю, многие из вас сейчас подумали, а не лучше посадить батат, а потом прикрывать соломою. Да, но три балла вам из пяти. Три балла вам. За то, что вы подумали балла, так двойка. Почему Лена делает именно так? Есть ему объяснение. Ну, только понимаешь, человек поймет, почему Лена сейчас накрывает соломой, а потом будет сажать батат. Лучше не сильно а так пластиками ложить. Пластиками. Пластиками. О, собаки гавкають. Мои. О, так. У меня, как у тих немцев. Хер, зайдешь во двор. Собак 10 штук. Кто приходит, каже, ой, у вас так много собак, ну, так это же мои собаки. И ты какого сюда прийшов. Тоби не нравится, мои собаки? Звони, для того есть телефон. Если никто не звонит, значит, уже ушел. Так, все, ребята, разложу я эту соломку. И все. И будет у меня лопату надо забрать, потому что без лопати можно вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Будет красиво, да? Буду так садить и буду так. Ну, ничего, это волокно, воно ж, черная ткань, она была куплена. Потом она пьет переработка. Кто там будет мне говорить, ой, это на соломе, там болячки, болезни. Яки могут быть болезни на органическом городе? Яки болезни? Конечно, если у вас есть рядом участки, где болячки, всякие козявки, они перепрыгуют сюда, тут может жить, то да. Ну, соломи болезней нет, нема. Мы сделаем ее установку, что болезней нема, ничего, и все. Знаете, как ведьма делала очищение, как ведьма яйцом провела по человеку, и он здоровый. А так, Елена, кто там пришел? Спасибо.